Всем привет! Мы продолжаем проходить Телзо в Берсерия. Ну и давайте... О! Мы нашли лимон. Тогда давайте теперь исследовать Эксферское море. Потому что острова Диамол, кажется, мы с вами дофармили. Надо же. Ну и у нас с вами задача выследить Айзена к северу от Низины Нога. В Низине Нога мы находимся сейчас. Соответственно, нам... О-й-о! Сейчас будет Берсерия. Ну и я что хотел сказать. Я видел твой коммент по поводу того, что игра очень медленно развивает сюжет, но он куда-то пропал. Если его удавил ты, то зачем? Если не ты, то и не я, что самое интересное. То есть что-то, видимо, в Ютубе пошло не так. Но да, я с тобой полностью согласен. Действительно, развитие сюжетной ветки идет, ну, прям крупится в эпизод. Как бы возможно, все уже можно было бы и закончить при желании. Ну, это так. Как бы ответ на коммент, которого нет, поэтому отвечаю здесь. Ой. Ух ты, тут еще вот этот вот... Кто это? Там сосновая шишечка. Грустная. Готово. Отлично. Ммм. Так, ну мы с вами будем собирать души-котик. Эээ, ладно. Опять опасно противник. Да что ж такое? Ай. Вот эти вот все ее поездки, они какие-то дурацкие, потому что она ездит, несмотря на то, что явно промахнется по врагу. Вот. Вот теперь давайте хобачить. И теперь давайте добивать. Ну, дядь. Держи. Ох ты. Отлично. Тролль тоже готов. Это кто? А, барсук. Ну, главное, что мы, короче, вошли вот в наш ритм, когда у нас с вами постоянно хватает на лавку и как бы на ультимейт нашего белка. Вот это. Почему-то... Почему-то как эта фигня. Периодически она использовала гораздо более интересные вещи. Ну, ладно. Так. Куда мы с вами? Нам с вами, наверное, на север, потому что... Ну, да, это не Зина Нога, нам его надо выследить к северу от нее. Вот, наверное, там и проход открылся. Помните, когда мы до этого туда подходили, там стояла пара экзорцистов, такие... Не, извини, друг, проход закрыт. Ну, вот. Теперь он, наверное, открыт. Блин, я был готов посмотреть, что эти цветы можно будет собрать. Увы. Спор бы я проиграл, наверное. Стоп. А зачем нам сюда, если мы можем вот там пройти? Да, давайте тогда попробуем вот этой левой дороженькой пробежать. Единственное, сейчас на нас, наверное, нападут вот эти ребята, но они могут нас не догнать. Кажется, это и происходит. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй. Вот эти вот поринги из каках очень странные. Я впервые вижу такое в JRPG. Ну, то есть, порингов-то я знаю. Наверняка все мы с вами играли в Ragnarok в то или иное время. Причём, я чё-то как-то не проникся им. У нас был в локальной сети шар. И как-то вот... Как-то... Ну, в общем, был не тот совсем. Правда, к тому моменту, как я наконец-то в него зашёл, вся игра уже в него... Все, что... Все друзья в него уже наигрались. И на практике, как бы, я бегал там либо один, либо друзья меня доводили до какого-то места, где можно было фармить цветочки. То есть, типа, цветочки там дофига регенили. А персонаж, типа, дофига в них стрелял. И вот ты закупался, как бы тебя отводили в это место, и потом ты такой тэнг-тэнг-тэнг... Ну, короче, часов в десять просто стоял и стрелял в цветочки. Что такое, офицат? Мне просто стало интересно. А почему Айзен и Завейт не могут вместе попытаться найти Айфрода? Там их возрасте мужчин волнует только их репутация, имя же среди своих. Такая морокка. О, правда? Я полностью этого отрицать не буду. То же самое можно сказать и о женщинах, да и вообще обо всех. Трудно работать вместе с кем-то, если ты не пытаешься понять его мысли и чувства. А если это невозможно? Ну, эээ... Тогда, как сказал Завейт, ты вместо этого начинаешь разговаривать с помощью своих кулаков. Похоже, все сложнее, чем я думал. О, а здесь... Даже какая-то подземная частичка есть. Смотрите-ка. О, котики. Да. Мы нашли котика. Шляпа Нормина воды. Лофицет. Наряд Нормина воды. Лофицет. О, интересно. Лофицет... Это наверняка глупый наряд, но... Кстати, нафиг эту ков... О! Ой, ой, ой. Ой, ой. Короче, все это ужасно. Вот что я вам хочу сказать. А как убрать? А вот, крестик убрать, убрать. Обычный наряд, деревенская одежда. Хм. Хм, а давайте, кстати, пере... Переоденем ее в деревенскую одежду. Аллофицет. Ой. А... Да. Окей. Окей. Это будет серьезная игра. Ау. Тьфу! Нет, давайте хотя бы бушку. Поставим вот эту. Хм. А здесь, к сожалению, нарядов нет. Блин, это ужасно просто. Это просто ужасно. Оу. Нет, так не хочу. А здесь... Эээ... Ничего. Ладно. Окей. Допустим. Это очень. Получает новый титул. Хозяйка меню. Ха-ха-ха. А, я помню в этом... В... Как же игрушка называлась? В Маджике. Там была ачивка, если ты персонаж создавал больше трех или пяти минут. Притом там ты выбирал всего три цвета. Так что примерно то же самое мы, кажется, с вами получили только что. Ух ты. Ух ты. Ага. Я сохраню. И давайте вот с этим монстром попробуем сразиться. Хотя, может, сначала, да, вот этого скулим. А где у нас офицер? Просто как это выглядит в бою, мне интересно. Ужасно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ужасно. Просто ужасно. Ха-ха-ха. Особенно какие-то серьезные концы, я чувствую, будут просто в тему. А что ж. Что мы можем? У нас, кажется, должны быть какие-нибудь используемые этим и нет. Ничего у нас нет? Расходники нет. Травы никакой нет. Ладно, давайте попытаемся. Как бы не попробуешь, не узнаешь. Он, кстати, агрится и при этом никуда не идет. Ух ты, монеты. Ну окей. Если ты не идешь к нам, мы пойдем к тебе. Давайте попробуем все в него влить, потому что я чувствую, это может быть... Ха-ха-ха-ха. Очень серьезный бой. Ха-ха-ха. Ух ты, а здесь реально не очень непростой чувак. Ай. Ух ты, а здесь реально не очень непростой чувак. Восстанавливается при каждом последующем ударе. Ха. Так, а что, с кем здесь диалог? А? Ого, из этой горы бьет горящий источник. Вы только взгляните на эти радуги. Это гейзер бурнах, одно из семи чудес света. А вон оно. Вода нагревается под землей, давление толкает воду вверх. А радуги возникают из-за того, что содержащаяся в минеральных водах соль способна отражать свет. Десятки тысяч лет вода здесь накапливала для этого минеральные соли. Ого. Это очень познавательно. Что-что, а всякая ерунда-то значит много. Кроме того, подземные воды этого гейзера соединены с морем. Поэтому гейзер то и дело выбрасывает на поверхность в вареных, осьминогов и крабов. Да ну. Это невозможно. Ну, не то чтобы невозможно, но... Так как вода в гейзере соленая, держу паряную, получается невероятно вкусными. Маджилу, я объявлю твое прищудливое воображение восьмым чудом света. Маджилу, я не знаю, что это такое. Хм-хм. Окей. Диалог у нас состоялся. Тут какие-то... О, очень пассивные, кстати. Стоп, этот кактус живой? Мне вот интересно. Или мы его можем собрать? Он живой. Ладно. Давайте сразимся с живым кактусом. Это, кстати, не кактус, это... Как же эта штука называется? Я забыл. Даже не репейник, а... или репейник как эта штука называется я забыл давайте просто тогда их победим и все подходящий противник ранит на ногах удержишься да как это такая прям очень запредельная забота так души потяга эй куда-то 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 свинтус о и теперь мы здесь точно нашли все сундуки да да ладно ну чтож пошли дальше ой ой а вот он айзен отдал лекарства корабельной команде да хорошо иметь я благодарен солдаты не очень хорошо будут чувствовать себя утром но они живы твоя работа нет все уже было вот так когда я сюда прибыл должно быть это завеет он никого не убил любопытно аббатство из всех сил пытается его поймать и все же он прекрасно знает что попадет ловушку чего я не понимаю так это зачем он меня втянул во все это если он не хотел чтобы ему помог то зачем нужно было играть на моем желании найти айфреда если ты знал что это ловушка то зачем пришел чтобы самому убедиться айфред когда я встретил айфреда чтобы в глубоком отчаянии я не верил что когда найду способ избавиться от проклятия жнеца перестань отрицать реальность сказал он мне если ты действительно родился с этим проклятием тону часть тебя у майдан но если жнец научится сам править кораблем своей жизни то даже он найдет свой путь бурных водах после этого я присоединился к его команде на ванэльти жизненные принципы допустим капитана кто-то убил если это произошло из-за его желание жить по своим правилам я бы мог с этим смириться но если кто-либо неважно кто пытается разрушить образ жизни такой я бы никогда не простил июля за кто здесь отчинить то объем не красиво подслушивать если у вас есть секреты то обсуждайте их у себя дома заверить неужели вы созданы мне как не можете работать вместе если он будет продолжать так себя вести то нет вот такие дела почему все это было он же мог и дальше прятаться какой странненький с этим я соглашусь пранги экзорцистов но давайте посмотрим у котики ладно мне хватает душ блин даже обидно хорошо давайте послушаем башня лотвинген это тренировочный комплекс экзорцистов верно да это огромное здание построено на древних руинах лафицет ты был там когда был привязан к той рези я очень плохо помню те времена когда только начинал ей служить ясно и к чему же их там обучают экзорцистов там испытывают и подбирают их с подходящим малахимов после этого они изобрят устав разучивают приема малахимов значит рядовые экзорцисты используют от места как тренировочную площадку чтобы получить более высокое звание нет склонность экзорциста к магии нельзя усилить посредством тренировок лафи малахимов нам назначают основываясь на наших врожденных способностях то же касается и приемов мы учим лишь те что нам подходят значит младший экзорцист так и останется младшим экзорцистом на всю жизнь именно так получается нет никакого духа соперничества разве они не хотят становиться сильнее расти и развиваться развитие не было бы никакого смысла на шанг указывает лишь на тип малахимов которых экзорцист может привязывать к себе их количество аббас ты вступают по двум причинам защищать люди от демонов и спасать мир значит среди вас одни аскеты так благородно меня что шли интересно вашу волю тоже подавляет также как и у малахимов которых вы используете чудакам вроде вас вряд ли когда-нибудь удастся понять наши мотивы теперь вы хотя бы знаете кто ожидает вас башни лотринген что ж похоже нас ждет суровый прием я готов снова я никак не могу понять что движет за видом мы были свидетелями его нежелание убивать и он похоже настроен очень серьезно наверное именно поэтому я его не боюсь даже когда он едва не подрался с айзеном я не почувствовал никакого напряжения возможно это потому что ты слишком долго пробыл рядом свел вет молчуга рядом снимала кто кажется страшным это правда с этим вопросом тени ко мне просто не воспринимается как злобный тип думаю поэтому тебе не страшно потому что он просто забияка возможно он просто очень наивен ладно он просто наивный забияка однако он все равно связан с исчезновением айферда еще он бросил вызов опасен я просто его не понимаю я тоже я согласна но я никого из вас тоже не понимаю давайте попробуем отсюда выйти и добить недостающий душ ну то есть нам надо всего лишь 145 они кажется респавдится не очень танец а хотя не на может мы сейчас пробежимся еще разок по вот это локации сколько нам надо забить ой 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 ладно ухты рискованный противник это что-то еще более новое а какое бегство учет не менее никакого бегства мы просто собираемся вот этих всех ребят расстегать но наконец-то вот теперь можно лапку и понеслась вот теперь понеслась сейчас дело пойдут в гору лапка но какой-то он не очень рискованный но мы сюда вышли за тем чтобы до собрать оставшиеся души но видим у него той жизни сколько там 145 по своим собрали штук 7 не хочу далеко отбегать давайте ладно просто пойдем дальше видимо этот кошачий сундук ну либо дождется нас либо уже не дождется надо будет как-то себе отметить что в этом но таймстам прямо где этот сундук может здесь кстати будет не что-то чем дальше о 127 смотрите-ка там сундучок внизу есть не понимаю что именно зачем айфрот позволил айзену присоединиться к своей команде зная его проклятие жнеца какая то этого была польза я просто не вижу причины если бы это проклятие было у меня то это означало бы что ты вел вид может из-за него умереть да в таком случае я бы разрывался между желанием и нежеланием быть рядом с вами и скорее всего очень сильно бы себя за это ненавидел интересно айзен чувствует то же самое однако айфред все-таки взял его в команду сказал что поможет айзену преодолеть свое проклятие это все так трудно понять одно можно сказать наверняка всему видно что айфред очень сильная личность особенно если учесть что подлый нарушающий законы пера кажется она сейчас ну как бы она в него трескалась ла-ла-ла у них начнется романтика она из-за этого проклятия погибли но как еще сушки я вот здесь вижу травушку за которым он должны в теории мочь ухватиться и слезть но нам не дают почему-то на ладно иди сюда ух ты и там цветочки что-то собираются злое сделать ай-яй-яй-яй вот супер лапка вот как только молотку юзаем нас уже никто не остановит отлично отлично извивающийся змей так а вот айзен можно спросить тебя этой вещи что была у завейда Она ведь раньше принадлежала Айфреду, верно? Я перечитал немало химов аббасов, которые говорилось об оружии, но никогда не встречал ничего подобного Это реликвия, наследие давно исчезнущее из цивилизации Он нашел ее во время нашего путешествия на далекий континент Он, как и я, не может удержаться, когда видит настоящее сокровище Но из всего, что мы нашли, эту вещь он ценил больше всего И что? Не знаю, но вроде бы оружие Айфред никому не разрешал к нему прикасаться Он отправился испытывать его в одиночку, а когда вернулся, то ухмылялся и сказал, что в следующий раз, когда мы вступим в бой, у него будет особый козырь Значит, это и впрямь какое-то древнее оружие Но зачем завид и ищет Айфреда? Извиниться за то, что украл? Он не кажется таким уж благородным А что, если он ничего не крал? Что ты имеешь в виду? Это всего лишь мое впечатление, но завид не похож на Малахима, способного украсть столь ценную вещь Он сказал, что где-то нашел этот предмет Возможно, он просто хочет его вернуть Может быть Так, а мы с вами-таки слезем вниз, осмотрим там местность Оп Потому что как раз тут Ох, чуть-чуть осталось, а Чуть-чуть Ох, да, пожалуйста, пожалуйста 145 штучек Нет, немножко нам не хватит А что это за пещера? Ярко-розовая блузка какая-то А что это за пещера и куда она ведет? На северо-запад То есть здесь какая-то опциональная вещь, правильно? Ну, давайте зайдем посмотрим Вдруг там что интересное Ой Восточный Лобанский туннель Подземный проход Че-то мне сюда не хочется Я так хорошенько подумал Ух ты! Да ладно Да ладно, они все-таки Ммм Ммм Ммм, они все-таки восстанавливаются И вот нам с вами хватает Как раз на сундук котика Давайте тогда На этот раз Вернемся и откроем его Ну Почему бы и нет В общем-то все равно За эпизод у нас с вами Сюжета проносится Ровным счетом почти что ноль Поэтому От того, что мы чуть-чуть назад С вами вернемся И получим еще дополнительную награду Хуже не станет Ну и плюс посмотрим на награду А вдруг потом еще котики нас Категар Пригласят Так Оп Да В этот раз ничего В этот раз ничего Ну хотя бы котика освободили Будем довольствоваться Тем Как бы что Есть Ха Видимо не при всех переходах Смотрите, колокация обнуляется То есть Вот сейчас Ничего не зареспавнилось Хотя я уверен Что если бы мы Зашли еще раз в пещеру Мы могли таким образом С вами Душ наколотить столько Сколько нам Потребовывается Ага Мы что прям Лобовую атаку Строим На крепость Да Вот так вот Без лишней скромности Не, ну я что Я смелый в принципе Попробуем Ага Стоп Мы здесь были Кажется, да? Нет? На северо-запад А, да Мы здесь были Нормально Эй Эй Ладно Кабанчелы Ай-яй-яй-яй О, отлично Вот это вот Просто отлично У нас с вами Финал того комбуса Пал С моментом Когда мы смогли Залапить Ооо Ооо У него должна При этом накапливаться Обилка милота Причем совершенно Не к местной милота Так Оба на клапана Ну, вот мы, кажется У нас сразу же никого нет Что-то они не очень стараются Скрыть эту ловушку Вероятно, они рассчитывали Что мы это поймем Теперь вопрос в том Какой сюрприз Они нам преподнесут И все? Не будет получасового разговора? Странно Странно Ам Я почему-то ожидал Что экспедиция вот-вот завершится Мы ее вообще отправили? Странно Окей Я сам напросился Нет Следующая экспедиция Мы отправим В следующем эпизоде Все-таки традиция Навершать Не Навершать Нарушать Не будем Но пока что Давайте вот Здесь все досмотрим Вот этот камень Выглядел так будто Его можно разбить Но его нельзя Разбить Лады Нас ждет Сейфпоинт И ворот Которые предстоит нам Войти уже в следующем эпизоде А поэтому Спасибо Миша Лебедеву Миша Памину Зуклике Андрею Фиолетову Максиму Воваеву Константину Захарову Алексею Смирнову И Эдуарду Бабушкину За то, что тебя продолжают Поддерживать канал Ну и вам всем Огромное спасибо Ребятушки Увидимся с вами В следующем эпизоде А пока на этом все Всем удачи Счастливо И до скорой встречи Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok